Иногда медвежью услугу оказывают такие предложения, вот вложите в нашу организацию, в наше банковское учреждение средства, мы вам гарантируем высокие депозитные ставки и что-то еще. Я думаю, что от таких скоропалительных решений в пользу таких не совсем всегда обдуманных решений должен предотвратить анализ взвешенный, объективный и я думаю, что не торопиться нужно с принятием таких ответственных решений. Надо обдумывать, взвешивать все риски, потому что чем выше рентабельность какого-то бизнеса, тем мы должны помнить высшие риски в этой деятельности. Это сочетание высокие риски, высокие ставки рентабельности бизнеса, оно не отменялось. Поэтому найти клондайк и тут же его потерять, это, наверное, не то, чем может заняться представитель малого-среднего класса бизнеса в Украине. Нужно найти такие достойные объекты вложения и поддержки. На мой взгляд, это те объекты, которые востребованы во всем мире, это те приоритеты, которые получают развитие, например, развитие агропромышленного сектора. Если быть последовательным, цепочка добавления стоимости в этом агропромышленном секторе позволяет подумать о том, чтобы продавать не простое сырье на Запад или на Восток, или в Африку, а готовить из него какие-то важные продукты питания. Насколько мне известно, такие продукты питания, они совсем по-другому стоят и оцениваются. И с 1 января 2016 года, с вхождением Украины в соглашение ассоциации со странами Европейского Союза, у нас появляются новые квоты. У нас есть возможность представить и предложить на рынок новые товары. Не просто там мед, не просто какой-то вариант продукции, ну простой, а вариант продукции уже с дополнительной доработкой. Это совсем по-другому может сказаться на наших показателях. Я тут говорю много и сделаем паузу. Я хочу сказать о том, что на самом деле это не для протокола. На самом деле мы можем закрыть эти легкие относительно позиции, но обидно констатировать будет то, что мы становимся страной, как кто-то язвительно на Востоке называет нас. Украина это что? Это страна сырьевой придаток. То была Россия, то теперь она может быть сырьевым придатком Европы. Я думаю, что это неправильно и в принципе неправильно. Украина может и должна занять свое место поставщика качественной продукции с высокой добавленной стоимостью. В том числе и продукции из аграрного сектора, но совсем не той продукции, которую от нас вначале ожидали получать. У меня такой конкретный был пример. Производство биоэтанола в Украине приветствуется, но не всегда, например, на Западе хотят получать из Украины готовый продукт. Они нам говорят, а вы нам дайте полуфабрикат, а мы сами его доведем. Так отдайте, получается, львиную долю нашей стоимости кому-то на Западе или кому-то на Востоке или кому-то на Юге. Так неинтересно. И в этих цепочках мы участвуем в таких случаях неравноправными партнерами. И даже вот по зерну, если взять, снимают ренту в основном не украинские производители, а, к сожалению, зернотрейдеры, которые заняли позиции в Украине, львиную долю на рынке обеспечивают по сбыту продукции. Это же не украинские предприятия, а предприятия других стран. Поэтому возвращаемся к главному вопросу. На что обратить внимание? Обратить внимание на те секторы экономики, которые могут добавить стоимость, могут быть востребованы, но на цивилизованном рынке. И на это обращать внимание и вкладывать именно в такие направления деятельности. Это будет благодарным инвестированию, на мой взгляд. А какие-то примеры конкретные? Какие сейчас отрасли самые популярные для инвестиций? Можно я скажу? Пожалуйста. Ну, здесь надо думать не какие сегодня популярные, а какие перспективные на будущее. Потому что будем вкладывать, что популярные сегодня, инвестор уже опоздает, и он уже будет догонять поезд, который уже идет. Инерции. Да. Если мы будем анализировать политику нашего государства, то, что сегодня происходит, мы видим, что сегодня сельское хозяйство, и на мой взгляд, совершенно верно, начинает терять свои льготы, терять свои преимущества. Почему, в чем здесь как бы плюс? Дело в том, что сегодня наше сельское хозяйство находится в состоянии такого ребенка, которого все лелеют, убаюкивают, ну, более-менее. И, скажем, не так все мягко, как кажется, но, в всяком случае, льготы определенные существуют. И сегодня мы доходим до такого состояния, что у нас идет явное перепроизводство сельхозпродукции. А любое перепроизводство, оно приводит к тому, что к падению цены реализации еще годик-два, и мы будем вынуждены, наши сельхозпроизводители, отдавать зерно ниже себестоимости. Потому что по 2013 году остатки были 11 миллионов тонн, зерна по 2014 году 13 миллионов тонн, а нам всего нужно 22. То есть получается еще третий год, и мы уже будем в остатке иметь больше, чем нам необходимо, за год, чтобы прокормить страну вместе как с пищевым зерном, так и кормовым. Поэтому сегодня сельхозпроизводители должны задуматься о том, как увеличивать, скажем, степень перепроизводства своей продукции. И вот здесь у нас пока ниша еще есть, то есть у нас этот рынок полностью не заполнен. То есть чтобы сегодня холдинги, которые зерно выращивают и просто перепродают, чтобы думали о процессе его переработки, и продавали не зерно, а хотя бы муку или хотя бы конические изделия. Потому что сегодня с одной тонны пшеницы можно заработать 300 долларов, а мы ее продаем меньше, чем по 200. То есть 100 долларов мы кому-то дарим. А если бы эту продукцию можно было бы здесь перерабатывать и продвигать дальше готовую продукцию, вот здесь ниша как бы и зависла. Причем, что касается проникновения на другие рынки. Ну, что касается Китая, Африки, они сегодня для нас открыты, и уже даже порядка 139 стран, куда Украина экспортирует свою сельхозпродукцию. Это очень большой, скажем, список, и буквально за последние 2-3 года он вырос там чуть ли не в несколько раз. И теперь вопрос звучит о качестве и степени переработки. Вот здесь, на мой взгляд, конечно, было бы неплохо, чтобы наши предприниматели этим занимались. Чтобы палка двух концов. Если наши займутся, будет тяжело продвижение этой продукции на рынке Европы. Если придут иностранцы своим капиталом, да, то есть разместят просто как свое производство на украинском цире, на украинской рабочей силе, на украинском полностью все, то уже легче будет этот продукт выдвигать в ту же самую Европу. Потому что покупает не Франция, покупает не Германия, покупает немецкий бизнесмен, французский бизнесмен, польский бизнесмен. И там вопрос не стоит, что это не Российская Федерация, которая принципиально стоит клеймо, а у Украины не покупать. Там такого нет ограничений. Если качество соответствует, везите сколько хотите, рынок достаточно открытый. И, скажем, и сегодня это даже продукция наших молзаводов четырех, которые входят в Европу сегодня, да, то есть оно прошло сертификацию, то есть нормального качества. Это не украинский капитал, это европейский капитал. А что касается вопроса, куда выгоднее вкладывать деньги в акции или в бизнес, ну, во-первых, любой человек, который этот вопрос задает, он должен понимать, что он живет в рыночных условиях. А рыночные условия по поводу вклада денежных, это как казино. То есть на какое поле поставить. И, конечно, сегодня проценты по банковским депозитам значительно выше. Акции значительно меньше. Почему в Европе у нас наоборот, да, то есть акции пользуются преимуществом, а банковские вклады депозитные не пользуются преимуществом. Потому что сегодня учетная ставка в Англии 0,25% годовых. А депозит не может быть выше стоимости кредитов, то есть получается он еще ниже. А акции имеют более высокую динамику роста, и поэтому вкладывание в ценные бумаги в Европе, в других разных странах, является более выгодным экономически. У нас же сегодня фондовый рынок, наши акции, к сожалению, не имеют такого роста. Более того, от того, что мы вложим там наших, не знаю, 2-3 тысячи долларов, они никак не повлияют на решение основных акционеров этого предприятия. Может так получиться, что вложу наши деньги, собрание примет решение вложить в развитие предприятия, не выдавать дивиденды какие-то. И наши деньги, вроде акции мы на руках имеем, но дивидендов мы с них не получаем. То есть только нужно будет акции теперь и продать. А то количество акций, которые мы в состоянии купить, они настолько ничтожны, что и будут никому не нужны. И нет такого активного движения фондового рынка. Поэтому вроде бы как оно и надежнее, но в то же время сможем ли мы их забрать, кто вложит. Более того, они все имеют гривневое значение. Скажем, депозит банки можно забрать намного быстрее, как бы оно ни было, чем суметь вовремя продать эти акции. Поэтому здесь вопрос настолько, скажем, неоднозначный. И давать кому-то конкретный совет, куда вкладывать, это очень опасно. Потому что, во-первых, разные предприятия, разные банки, разная ситуация на рынке. Но если, скажем, у людей сбережения незначительные по своей сумме, то проще всего, конечно, положить банк, но они на большой срок. Это, скажем, максимум три месяца, а не больше. Потому что та ситуация, которая сложилась, на мой взгляд, она уже, скажем так, успокоившаяся. Банки, которые все подзакрывались, это банки, которые были из теневого рынка, это были серые банки. Там буквально единицы банков, которые вели честную экономическую политику свою. И просто по каким-то объективным причинам сегодня подзакрывались. Потому что все 48 банков, которые закрыты, они все имели явные такие четкие следы теневой экономики, бандитские деньги, выборные деньги. То есть чисто карманные банки, которые работали больше на теневую экономику, чем на... Вы даже, смотрите, сегодня даже не знаете, кто их хозяева. Даже сегодня, в сегодняшний день ряд банков отказываются показать своего хозяина. Им как бы нацбанк грозит, мы вас закроем. Они говорят, ну закрывайте, но кто хозяин банка, мы вам не скажем. О чем это говорит? Это говорит о том, что они, эти банки, напоминали конвертационные центры скорее. Или присосы по вытягиванию денег из средств населения. И поэтому они, в общем-то, и уходили, и уходят с нашего рынка. И эта санация, оздоровление, вот оно еще не завершилось, но уже на фазе завершения. Я бы еще хотел обратить ваше внимание на то, как оценивают аналитики вопросы, которые так звучат. Есть ли возможность приобрести или инвестировать в покупку высоких, качественных модельных сапог, или приобрести акции на рынке? Аналитик, эксперт отвечает, что если вы так ставите вопрос, что приобрести, красивые модельные сапоги или акции на рынке, непременно покупайте, не сомневаясь, сапоги. Потому что здесь вы приобретаете сразу потребительную стоимость. Акции имеют свойство риска. Поэтому тогда, если так ставится вопрос, мы однозначно за надежное вложение средств в то, что вы будете иметь непосредственно в своем пользовании. Если же у вас эти средства в каком-то дополнительном резервном состоянии, и вы думаете, куда их вложить, тогда опять думайте старательно, обсуждайте, анализируйте все эти риски. И учитывайте не сегодняшнюю ситуацию, как правильно сказал коллега, а перспективы, тренды, которые могут быть. И я тоже склоняюсь к тому, что надо рассматривать те отрасли, которые будут востребованы. Обязательно будут востребованы и потенциал украинской экономики будет раскрыт. Первый хороший сигнал поступил от известного финансового мультимиллиардера, каким является Сорос. Он впервые за это время дал позитивный импульс, сказав, что он будет вкладывать первый миллиард в украинскую экономику. Это позиция инвестора-маркера. Он промаркировал зеленый свет в экономике Украины. Это хороший знак. О нем мы узнали совсем недавно. Это говорит о том, что Украина будет объектом не только отрицательных оценок, а объектом пристального анализа для того, чтобы действительно вкладывать средства уже внешним инвесторам. И приоритеты мы сможем увидеть, как они будут реализовываться. Вот такой вопрос нам читатели уже часто задавали, просили узнать у экспертов. Существует ли какой-то единый реестр, где можно посмотреть список всех украинских предприятий? По закону есть государственный реестр предприятий. Он существует, он и должен быть, и он есть. И только лишь те предприятия, которые проходили процедуру банкротства или по какой-то другой причине снимались, так сказать, как юридические лица с учета, вот они уходят с рынка, уходят из государственного реестра, их нет. То есть проверить такой наличие предприятия в госреестре можно и нужно. Только это ничего не даст. Потому что просто видите предприятие, его название, юридический адрес, даже не будете знать, кто его учредитель, информацию, то есть его финансовое состояние, вы все равно этого никак не поймете, кроме как названия, как фамилия, имя, отчество. То есть информация, которая содержится в этом реестре, она, в принципе, не особо полезна. Это информация, что предприятие существует по определенному юридическому адресу зарегистрирована. Больше ничего. Вы даже не знаете его уставный фонд, вы ничего от этого не знаете. То есть нужно искать в других источниках, скажем так, по месту регистрации его, чтобы узнать дальнейшее. В налоговой инспекции проще всего, если вам, конечно, такую информацию смогут неофициально предоставить. Больше информации можно получить о предприятии, если это предприятие уже заведено в акционерное общество. И акционерное общество, оно обязано отчитываться. Там же специальная комиссия по финансовому мониторингу отслеживает результаты. И государственная статистическая отчетность по бухгалтерскому финансовому отчету, она дает информацию о том, в каком состоянии находится данное акционерное общество. И ответы там могут быть более вразумительные. Смотрите, когда вы покупаете акции, вы являетесь уже соцсобственником данного предприятия, куда вы вкладываете деньги. Во-первых, нужно поставить вопрос, для чего вы вкладываете деньги. Чтобы получать по ним просто дивиденды раз, или хотите предприятиям участвовать в его управлении? Чтобы участвовать в управлении предприятия, нужно иметь хотя бы около 50% этих акций, чтобы у ваших партнеров, скажем, было не больше, чем у вас. Тогда вы можете влиять на его работу и руководить, управлять, то есть, как вам захочет, как вы считаете необходимым. Если вы купите незначительный поток акций, вы просто окажете материальную помощь хозяину этого предприятия. Это говорю открытым текстом. Потому что он вашими деньгами будет пользоваться и будет распоряжаться, иметь то, как он считает нужным. Посчитает нужным, вы получите какие-то проценты, дивиденды по вложенным деньгам. А можно сказать, нам необходимо вкладывать в развитие и так далее, и так далее. И даже не на руках акции вы иметь не будете, потому что это будут, как правило, в уставном фонде, вы можете быть как учитель записан, как акционер. Но бумаги будут в том случае, когда открыт акционер общества, когда бумаги могут реализовываться в открытом рынке. А во всех других случаях, даже у вас остальных бумаг не будет. Просто в уставе будете находиться, как его учритель, отвечать не только по прибыли, но и по затратам, по расходам, по долгам этого предприятия. Поэтому вопрос, вот просто стать акционером, да, это надо еще подумать, с какой целью, для чего и что мы хотим. Я бы даже порекомендовал подумать о при наличии соответствующих ресурсов приобретении статуса партнера такого предприятия, если оно рентабельное и малорисковое, партнеров оказания аутсорсинговых услуг. То есть это предприятие может заинтересоваться в ваших услугах и может быть для вас интересным, потому что оно будет ваши услуги оплачивать гарантированно, в полном объеме, в соответствии с договорными отношениями. И вот тогда вы станете партнером, который почувствует серьезность намерений данного предприятия. Вы можете ему оказать какие-то определенные услуги и зарабатывать на этом, и дать стоимость для этого предприятия. Я, например, думаю, как пример. Вот развитие, коллега сказал о молочной отрасли, я с уважением отношусь к такому транснациональному игроку, каким является компания Danone. Danone вызывает уважение хотя бы потому, что эта компания, а, рыночно привлекательна, работает по-белому, и она имеет все шансы быть конкурентоспособной во многих разных ситуациях. Она лидер. Вот с таким лидером работать на аутсорсинге, может быть, каким-то предприятием из малого и среднего бизнеса, будет и выгодно экономически, и перспективно, потому что таким компаниям есть, у них есть тренд сплачивать отрасль и делать ее как бы цивилизованной. Вот на такой цивилизованный вид бизнеса я бы ориентировал наши представители МСП. Спасибо. Мы уже хотим начинать, думаем, куда вкладывать деньги, то вопрос классический. Сможем ли мы продать ту продукцию, которую собираемся производить? Сможем ли мы найти потребителя на ту услугу, которую мы собираемся оказывать? Это должен быть вопрос номер один. И когда мы знаем, да, вот этот товар и эта услуга где-то на рынке востребована, тогда мы делаем второй шаг. Спишемся ли мы в то ценообразование, которое на рынке существует? Будет ли наша услуга или товар, не дороже, лучше по качеству, чем у тех конкурентов, которые на этом рынке уже присутствуют? Когда мы получаем положительные ответы на эти вопросы, то нам уже нужно задумываться, что, где, как и дальше. Пример с Данон поучительный. Когда я был в Америке на стажировке, американцам пришлось бороться с Данон, потому что это мировой лидер. И американцы нашли выход для того, чтобы быть востребованными на своем местном рынке. Они начали производить йогурты, те, которые Данон по определению не мог производить для данного сегмента. Например, рынки с трехдневным сроком хранения, без консервантов. Даже Данон, при всем при том, что он производит неплохие продукты питания, в данном случае даже те же йогурты, он вписывается там 3-4 недели, посмотрите, по срокам хранения. Американцы нашли вариант, когда Данон обезоружен тем, что у них местный продукт, местный продукт, из местного сырья, и он для местного потребления. Вот этот американский производитель, Old Home, например, в Миннесоте, он держит свою долю на рынке, благодаря тому, что он конкурирует, но успешно и по-честному конкурирует с Даноном, потому что он взял сектор продуктов прямого употребления в течение трех дней, без консервантов. Свою нишу занял, и сосуществует с Даноном, потому что Данон не дотянется, он производит продукты эти не в Миннесоте, а в каком-то другом месте. И в этом благо сосуществования большой компании и малой компании. Малая компания свою нишу нашла, потому что не влезут туда монстры. Это как раз узкий сегмент для того, чтобы представить потребителю то соотношение цена-качество, которое они хотели бы. Тут будет маленький объем, крупному такой маленький объем не выгоден. Не выгоден. Он просто не политик экономически, а маленький как раз тот объем, который есть, его устраивает, он говорит, что стопроцентная гарантия сбыта продукции. У него, у этого Old Home было 27 видов йогуртов, включая чесночные и мороженые. Я когда увидел это, я просто обалдел. И, кстати, этот маленький производитель залез в нашу соседнюю Молдову и помог сделать модернизацию предприятия. В общем, есть производитель этих йогуртов для Молдовы. Хенчешть город. Котовск. Котовск. Вот. Вот такой пример МСП. Успешного. МОДОК. ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...